Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Начало первого в Москве, друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. С радостью вновь встречаем уже нашего такого постоянного эксперта, врач-эндокринолог высшей категории, эксперт Европейской Организации по изучению сахарного диабета и ожирения Ольга Демичева в гостях у нас сегодня. Здравствуйте. Ольга, здравствуйте. Мы как раз сегодня и решили поговорить про сахарный диабет. Много у нас незнания по этим вопросам. Сейчас, я так поняла, статистика неутешительная, что даже дети подвержены этому недугу. Дети всегда были подвержены этому недугу. Другой вопрос, что диабетов-то несколько типов. Да. И если мы говорим о том, который стремительно нарастает в мире, сахарный диабет второго типа, да, сейчас даже у детей начал встречаться этот тип диабета, хотя он не характерен для детей. А вообще характерен он для какого возраста? Всегда традиционно диабет второго типа называли диабетом взрослых, потому что стартует он, как правило, и по-прежнему это так, после 40 лет. И вот в это время действительно мы начинаем активно обследовать наших пациентов, всю популяцию старше 40 лет, на предмет дебюта диабета второго типа. Его очень много сегодня. Ой. Скажите, ну просто вот такой ликбез. Сколько их всего типов и чем они характеризуются? Ну, за исключением редчайших типов, с которыми практически встречаются редко даже врачи, основных типов два. Это первый тип, которым заболевают, как правило, маленькие дети, подростки и очень молодые люди. Это тип, который характеризуется полным отсутствием инсулина в организме. Инсулин не то чтобы с рождения отсутствует, просто наступает момент, когда в результате какого-либо, например, вирусного, инфекционного заболевания поражаются аутоиммунной, собственной нашей иммунной системой, поражаются бета-клетки поджелудочной железы, фабрика инсулина разрушается, погибает. Инсулину становится, так сказать, вот некому производить его в нашем организме, нет инсулина своего, и вот тогда развивается диабет первого типа. Что при этом происходит? Очень высок уровень сахара в крови, потому что нет инсулина, который отправит этот сахар в клетки, где из этого сахара будет делаться энергия из глюкозы, и застаивается эта глюкоза в плазме крови, энергии в клетках нет, глюкоза в плазме крови – это кровь ядовитая, поражаются многие органы, но если не лечить инсулином этот диабет, до поражения органов просто не дойдёт. Такой ребёнок погибнет от диабетической комы. Но сейчас, по счастью, этого уже не происходит. В 1922 году Бантинг, великий учёный, совершил революцию в лечении диабета первого типа. Он впервые применил инсулин животного для лечения сахарного диабета у детей первого типа. Поэтому вопрос с лечением первого типа, он очевиден, это введение препаратов инсулина, и тогда можно жить долго и счастливо, иметь здоровых детей и так далее. А второй тип сахарного диабета имеет в первом только одно общее проявление – это тоже высокий уровень сахара в крови. Но не потому, что умерла фабрика инсулина, а потому, что собственные клетки становятся нечувствительны к эффектам инсулина. Инсулин приходит с глюкозой стучиться в клеточную стенку, клетка не открывает глюкозу, не забирает, глюкоза остаётся в крови. Вот такая история. А что так не открывает-то? Что там с ней? Дело в том, что этот феномен получил название инсулинорезистентности, то есть нечувствительности к инсулину. Инсулинорезистентность развивается на фоне определённых предикторов, предрасполагающих факторов. И одним из мощнейших предикторов инсулинорезистентности является ожирение. Ожирение. Совершенно верно. Ох. Да, друзья, после этого ликбеза мы ещё будем обсуждать. Если у вас есть вопросы к Ольге, оставляйте их в ВКонтакте страны.fm. Там есть публикация, посвящённая её визиту. Ну, а мы скоро вернёмся. Друзья, мы продолжаем программу, которая называется у нас «Наука и технология». И программа посвящена проблемам не только потери памяти, как в моём случае, да, но проблемам эндокринным, друзья. Сегодня мы говорим про сахарный диабет. Наверное, больше про второго типа, да? Да, конечно, это более важная сегодня проблема. Что у нас ещё интересного? Друзья, мы совсем скоро разыграем вот такую книгу. Именно эту книгу? Подарок. Конкретно эту, да. Конкретно эту книгу, да, подарок от Ольги Демичевой. И вот ещё Антон Родионов. Антон Родионов, мой коллега. Соавтор, да, я так понимаю? Он не соавтор, он отец-основатель вот всей этой серии «Академия доктора Родионова». И мы, коллеги Антона Владимировича, подключились, начиная с пятой книги этой серии, к написанию книг популярной, яркой, очень простым языком изложенной информацией о медицине, доказательной медицине. И, соответственно, вот эта книжка, по-моему, шестая, да, в серии какая-то? Седьмая. Седьмая, да. Седьмая. Да, вот мы подключились после того, как... А, правильно, с шестой книжки мы подключились. Первые пяти книжья от Родионова, полностью посвящённые кардио-проблемам, как раз вот Антон Владимирович написал сам. А потом уже обратился к нам, к коллегам. Но на всех обложках традиционно мы с ним вместе фотографируемся. Антон Владимирович был у нас в гостях, тоже провёл нам прекрасный ликбез, как мы любим говорить. Так вот, друзья, совсем скоро эта книга достанется кому-то. Мы в следующем выходе озвучим вопрос, так что слушайте нас внимательно. Ну а пока продолжаем устный такой информационный разговор. Вы нам проводите ликбез. Вот смотрите, то есть сейчас факторы сахарного диабета, чтобы его, вернее, получить, это ожирение, да? То есть нужно следить за весом, за питанием. Это в первую очередь. Режим. Вес сомнения. Режим. Ну режим, конечно, образ жизни, скажем даже вот так, шире. Образ жизни оказывает влияние на возможность или невозможность развития диабета второго типа. Что мы можем сделать самостоятельно? Какие можем себе давать нагрузки, я не знаю, ну что мы должны, какие уроки проходить, да, чтобы не заболеть? Мы очень многое можем сделать самостоятельно. На самом деле гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что вот очень часто встает вопрос о наследственности диабета второго типа. И люди говорят, ну хорошо, а вот у меня в роду не было людей с диабетом второго типа. А кто-то говорит, а у меня вот наоборот, и у мамы, и у дедушки, и у тети диабет второго типа, и у бабушки. Вот что делать мне? Как не парадоксально, друзья, у того, кто не знает о родственниках с диабетом второго типа, и у того, кто знает о том, что такие родственники были, шанс заболеть диабетом второго типа примерно одинаков. Почему? Когда были наши бабушки, прабабушки больны чем-то, например, артериальной гипертонией, или они умирали от сердечного приступа, или от инсульта, не было еще зачастую возможности определить им сахар крови. И никто не знал, что тот инсульт, который случился у прабабушки в возрасте всего лишь 55 лет и привел к ее смерти, возник на фоне ранее существовавшего диабета второго типа. Известно было, что эта прабабушка была полная, но неизвестно было, что у нее был высокий сахар в крови. Поэтому мы всегда должны держать в голове вот этот допуск того, что наши предки, у которых происходили какие-то сердечно-сосудистые катастрофы, имели сахарный диабет, но просто он не был диагностирован. А, соответственно, берем исходно у всех равный генетический риск. Вот так оно лучше и проще будет защитить себя. Исходно предполагаем, что мы все имеем генетические риски заболеть диабетом второго типа. Это близко к истине, потому что сегодня уже известно, что практически каждый пятый взрослый после 40 лет имеет нарушение углеводного обмена. Только вдумайтесь, каждый пятый взрослый имеет эти нарушения углеводного обмена. У кого-то уже состоявшийся диабет, у кого-то преддиабетические повышения уровня глюкозы крови. И еще есть, это вершина эйсберга. И еще есть более 50% от того, что мы уже точно знаем, это люди, у которых диабет случился, но они еще не подозревают, и врачи еще не знают, и никто еще не определил этот диабет. В общем, что делать, мы узнаем буквально через несколько минут, друзья. Не переключайтесь. Будьте со стороны ФМ. Как и обещали, дорогие друзья, вот в руках у меня книга «Сахарный диабет». Все по нашей теме. Мы готовы ее разыграть. Итак, Ольга Демичева, врач-эндокринолог, наша гостья сегодня сейчас задает вопрос, а мы уже все условия поясним. Итак, Ольга, вопрос. Внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Все знают, что диабет второго типа развивается у людей, имеющих избыточный вес и ожирение. Вопрос. При каком типе ожирения, вероятнее всего, разовьется диабет второго типа? Подсказка. Ожирение часто сравнивают с формой фруктов. При ожирении, похожем на какой фрукт, чаще всего развивается диабет второго типа? 8-909-928-1-89-9, ватсап, вайбер, смс. Мы решили, что десятое правильное сообщение окажется победным. И мы отправим вам такую замечательную книгу, очень нужную, что важно. 909-928-1-89-9, пишите. Ну и, конечно, если вы живете очень далеко, ну, тут не знаю насчет того, дойдет ли книга. Но в Москве железобетонные, друзья. Так, мы продолжаем наш разговор. Вот смотрите, вне эфира мы поговорили еще о витаминах. Да. И многие их тоже огульно принимают, особенно если начинают заниматься спортом. Вот я просто с этим сталкивалась. Многие тренеры, фитнес-тренеры уже сразу назначают, вот надо витамины такие, комплекс брать, плюс омега-3, плюс кто-то еще. Вот ваше мнение на этот счет, как эксперта, как специалиста. Ну, наверное, я все-таки озвучу не свое личное мнение. Ну, да. Медицина – это наука, она состоит не из личных мнений, а из доказанной информации, доказательной базы. Установлено, что прием поливитаминных препаратов не улучшает здоровье и не продлевает жизнь. Это обычный комплекс, да, вот витаминов? Ну, стандартный поливитаминный комплекс, содержащий, так сказать, весь алфавит витаминный. Установлено более того, что регулярный прием поливитаминных препаратов популяции, если сравнить людей, которые принимали регулярно эти поливитамины, и тех, кто их никогда не принимал, эти исследования опубликованы, установлено, что те, кто принимал поливитамины, живут меньше не принимавших. Отдельно проведенные клинические исследования показали, что при приеме некоторых витаминов со свойствами антиоксидантов, например, больших доз витамина А и витамина Е, чаще развиваются онкологические заболевания. Поэтому увлекаться поливитаминными препаратами при нормальной нашей жизни, мы находимся не в резервации, не на Северном полюсе, не в условиях катастрофического голода, увлекаться ими нет никакого резона. А вот есть один витамин, который показан всем жителям Земли, абсолютно всем, от нуля и до почтеннейших лет, это витамин Д. И вот прием витамина Д, причем в провитаминных формах, водный раствор, масляный раствор коликальциферола в физиологической заместительной дозе, это как раз то, что необходимо каждому жителю Земли, это профилактика многих заболеваний и достоверное улучшение не только качества, но и продолжительности жизни. Ну и, наверное, больше бывать на солнце по возможности, да? Вы знаете, даже не на солнце, а вот белым днем выходить на улицу, потому что жариться на солнце, это для кожи не полезно, это риски онкозаболеваний кожи, а вот в светлое время суток хотя бы полчаса проводить на улице, это полезно. Ходите в обед, гуляйте, друзья, вокруг офиса. Да, обеденный перерыв, прогулка. Хорошо, давайте еще какие рекомендации мы можем сейчас дать, вот говоря о предупреждении сахарного диабета? Да, профилактика сахарного диабета второго типа. Первый тип, профилактировать, к сожалению, нельзя, друзья. Вот тот диабет, который случается у детей, мы с него начинали, тут профилактики как таковой нет, главное вовремя его выявить, чтобы вовремя назначить лечение, тогда человек будет жить счастливо и долго. А вот второй тип, да, его можно профилактировать. Для этого не жреть, не сидеть постоянно дома у экрана телевизора, а как можно больше быть на улице, двигаться, двигаться активно, ежедневно, не два раза в неделю в бассейн, а каждый день хотя бы полчаса прогулок пешим ходом, а не за рулем собственного автомобиля проводить свои перемещения с работы домой и из дома на работу. И очень важно, в принципе, следить за тем, чтобы ваше тело доставляло вам радость, чтобы вот радость движения была, чтобы жизнь была наполнена и полноценной радостной работой, и полноценным радостным отдыхом, и полноценным сном, не по три часа урывками, а ну хотя бы семь часов для взрослого человека. Вот правда, да, недосып уже влияет на твое настроение, это серьезно. Ну конечно, от этого и депрессия развивается, и волосы выпадают, и анемия бывает, и ожирение бывает. Друзья, не засыпайте до конца часа, потому что у нас очень интересная тема, мы очень скоро вернемся к обсуждению. Да, будьте со Страной ФМ. Друзья, Ольга Демичева, врач-эндокринолог высшей категории, по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Мы по-прежнему предлагаем вам книжку вот такую. Давайте повторим вопрос, потому что очень много разных ответов, они все разнятся. И давайте повторим вопрос. Давайте повторим вопрос. Итак, мы знаем, что сахарный диабет второго типа чаще всего развивается у людей с ожирением. На какой фрукт похоже то ожирение, которое чревато диабетом второго типа? 8909-928-1899, смс в WhatsApp, вайбер, пишите и подписывайтесь, пожалуйста. Десятое правильное сообщение окажется победным, и мы вот такую книгу подарим вам с огромным удовольствием. Ну и, кстати, книжки эти продаются и стоят недорого. Недорого, да. Все книжки серии «Пора лечиться правильно» – это национальная программа здоровья населения, профилактики заболеваний, в которой мы с коллегами участвуем. Эти книжки, они действительно традиционно недорого стоят. Покупайте. Ольга, вот такой вопрос. Смотрите, инсулинорезистентность. Да. Как нам ее избегать? Что делать? Что есть, что не есть? Инсулинорезистентность идет рука об руку с тем самым ожирением. Вот чем более выражено ожирение у человека, какого типа не скажу, это будет подсказкой. Конечно, конечно. Чем больше выражено ожирение у человека, тем больше у него выражена та самая инсулинорезистентность. Почему это так? Дело в том, что мы все потомки древних наших предков, которым нужно было выживать в условиях хронического долгого голода. Ну вот повезло, поймали мамонта, завалили, поели, наелись от пуза до осыта. Потом приходится долго жить на кореньях. Мамонт закончился, нового не поймали. И, как говорится, пока толстый сох, худой сдох. То есть выживали те, кто умел накопить жир за короткие периоды изобилия. Способность накапливать жир напрямую связана со склонностью к той самой инсулинорезистентности. Почему? Дело в том, что в 10 раз больше необходима инсулина для того, чтобы сделать и сохранить жировую ткань, чем для того, чтобы работать с глюкозой в организме. Вот как раз отводить глюкозу в клетку, чтобы там из неё производился инсулин. То есть жировая ткань в большом количестве, она стимулятор секреции инсулина для удержания. Для обслуживания его. Да, вот для обслуживания, для удержания этого самого запаса энергии, за счёт которого можно прожить, если до следующего мамонта месяца 2-3 надо ещё продержаться на корешках. Но для того, чтобы при этом энергообмен был сбалансирован в клетке, остальные ткани научились быть инсулино-малочувствительными, инсулинорезистентными. То есть когда много жира и инсулин расходуется на удержание жировой ткани, уход глюкозы в клетку в этот период лимитируется вот как раз этим феноменом инсулинорезистентности. И когда это происходит в условиях вот тех, в которых жили наши далёкие предки, это было закономерно и нормально. Они же толстыми-то не были, да, они накапливали жировую ткань в период обилия, изобилия еды, но они не выглядели толстыми, просто у них было несколько больше жира. Они были плотными, да, у них было несколько больше жира, они выглядели несколько полнее, чем их соплеменники, но они не были ожирелыми. Им же надо было догнать следующего мамонта, да, для того, чтобы жить дальше. Но вот эта способность запасти сколько-то жира в период изобилия, она была передана по наследству их выжившим потомкам. Они выживали сами, они давали жизнеспособное потомство. И вот это потомство принесло к нам вот этот вот экономный генотип, как мы его называем, возможность накапливать и не расходовать жировую ткань вне условий крайней необходимости, которая и сопровождается способностью быть инсулинорезистентными. В общем, сладкое не едим, булочки тоже, да? Кондитерские изделия сводим практически к нулю, хочется сладкого, едим фрукты. Вот. И всё. Вот и всё, как скучно жить. Как прекрасно. А вот у нас вопрос ещё про молоко, молочные продукты. Их же тоже вообще запрещают, если ты болеешь диабетом или нет? Вообще мы ничего не запрещаем никому. Мы даём... Вопрос про цельное молоко, в общем. Как вы к нему относитесь, как его употребляете и так далее? Молочные продукты, цельное молоко, масло, сливочные сыры, творог – это продукты, которые богаты жиром. Это понятно, что там содержится большое количество животного жира, это животный продукт. И употребление очень большого количества молочных продуктов с хорошей жирностью, оно у людей с ожирением будет приводить к прогрессированию ожирения. Поэтому злоупотреблять этими продуктами, если вы не ведёте очень активный образ жизни, не рекомендуется, ожиреете. Но если вы много двигаетесь, каждый день пробегаете километра три, если ходите на работу пешком, если для вас там регулярные посещения бассейна и прогулки активные – это норма, ну почему нет на здоровье? Это прекрасные продукты. Понятно. Просто во всём нужна мера и баланс. Ну конечно, конечно. Вот смотрите, если мы говорим о жизни мегаполиса, в мегаполисе, здесь режим иногда соблюдать очень сложно. Не всегда мы ложимся в одно время, опять-таки сон такой себе, приём пищи, как правило, нерегулярный. Вот здесь есть какие-то особенности, особенные рекомендации, вот что вы можете посоветовать? Ну, глобальная рекомендация вот какая. Нельзя попадать в зависимость от мегаполиса и от навязанных мегаполисом правил жизни, потому что это нездоровые правила жизни. Пусть лучше изменчивый мир прогибается под вас. Да, вот пусть лучше мир прогнётся под нас. Не надо прогибаться под изменчивый мир. И надо думать о том, что мы, наши дети, наши близкие, должны хранить вот свой мир, свой малый социум в состоянии максимально возможного здоровья. Регулярно питаться, больше бывать на свежем воздухе. И если стоит выбор между явно нездоровым шагом в нашем поведении, в нашем образе жизни и здоровым, делать выбор в пользу здорового. Есть возможность сесть за руль или дойти пешком полтора километра. Идите пешком. И идите там, где нет больших магистралей, обходите дворами. Ольга, смотрите, если сейчас кто-нибудь слушает, смотрит страну ФМ и думает, да, вот есть, например, 15 килограммов лишних, да, чтобы безболезненно для организма сбросить эти килограммы, сколько по времени должно пройти? Ну, не три месяца, наверное, дольше, да? Как вот человек, который решил поменять свою жизнь, что ему делать? Ну, во-первых, не голодать. Избавление от лишних килограммов не предполагает голодание. Вот то, что было между мамонтами у наших далёких предков. Это не физиологичный образ жизни. Жили они, кстати, очень недолго, эти самые далёкие предки. Лет 20-30 от сил. 30 это уже был долгожитель. Но это другая история. Об этом имеет смысл поговорить в другой передаче. А вот что делать нам? Если есть лишние 10, 15, 20 килограммов, и надо от них избавиться, прежде всего, конечно, изменить образ жизни, образ питания в первую очередь. И понимать, что терять вес надо медленно. 3-5% от исходной массы тела за 2-3 месяца, вот этого предостаточно. В течение года как раз лишний вес-то тот самый и уйдёт. Но уйдёт так, что организм не взбунтуется против того, что у него отнимают. Не заставит вас переедать. Организм, он хитрый. Он всегда вас обманет, если ему чего-то надо. Доказать это могу легко. Вот. Друзья, честное слово, мы вернёмся. Будьте в компании страны ФМ. И скоро книгу разыграем. Так что, друзья, будьте страной ФМ. Успеете. Ещё 909-928-189-9. Десятое правильное сообщение окажется победным. И вот такая книга «Сахарный диабет» вам в помощь отправится. Пишите. Есть такая возможность. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Сегодня у нас, друзья, медицинская наука. Врач-эндокринолог Ольга Демичева в гостях у «Страны ФМ». И кто-то сейчас станет счастливым обладателем замечательной книги. Правильный ответ. Правильный ответ – ожирение по типу яблока. Вот. И у нас приходило очень много сообщений. И груши писали. И висцеральное ожирение. Висцеральное. Но и есть яблоко, на самом деле. Эти ответы мы бы тоже могли рассмотреть. Но раз уж мы задавали вопрос, на какой фрукт похожа, значит, яблоко правильно ответит. Вот тут не подписался, пока не знаю имя победителя. Номер оканчивается на цифры 6035. На фотографии симпатичная девушка. Вот мы ее поздравляем от души. Она, именно она была десятой, потому что, ну, такие у нас правила игры. Десятое правильное сообщение. Итак, яблоко, висцеральное ожирение. Да, висцеральное ожирение или ожирение по типу яблока самое опасное в плане развития сахарного диабета второго типа. Друзья, не только смотрите сейчас в зеркало на себя, но и знайте, что книгу «Сахарный диабет» можно приобрести в любом уважающем себя книжном магазине. Да. Книги недорогие. Книги недорогие, и эти книги написаны специально для людей без медицинского образования. Они написаны простым языком, но там вся правда о тех заболеваниях. Это целая серия книг, разные книги про разные заболевания. Вся правда о тех проблемах, которые сегодня стали проблемами того самого мегаполиса. Вот смотрите, немножко отойти, если от темы сахарного диабета, но вообще поговорим о здоровом образе жизни. Вот сейчас осень, осенний период. Он, с одной стороны, приносит много таких фруктов вкусных, но с юга сейчас пошёл сезон. Вы нам говорили в предыдущих программах, что лучше употреблять сезонные овощи, фрукты. Вот в осенний период что вообще нужно делать? Что есть? Как спать? Потому что витаминоз же в осенний период тоже есть, да? Ну как раз вот осенью витаминоза менее всего. Это скорее весной обсуждается, небольшой. И то, это для наших, опять же, предков. Для нас это уже не актуально. Всё. Говорить об витаминозах сезонных в наше время, во время изобилия, когда в магазинах есть всё круглый год, ну это лукавство, я считаю. Есть другая проблема. День укорачивается, света становится меньше, солнышко меньше. С конца сентября уже всё, вот день стал короче, чем ночь. И, как правило, этот период бывает ассоциирован с сезонными нарушениями настроения, с сезонными депрессиями. Особенно если осень дождливая. Вот это вот то, что называют хандрой в народе. И, конечно, вот для борьбы с осенними депрессиями обязательно надо находить время, чтобы выйти и прогуляться хотя бы полчаса днём. Самое главное, хандру не заедайте, друзья. О, да. Совершенно точно. Это плохо. Правильно, правильно сказано. Ольга, скажите, а как вообще сообщество медиков реагирует на вызов диабета второго типа? Я думала, как на осень реагирует. На осень тоже. Ну, сообщество врачей очень серьёзно относится к диабету второго типа, потому что эта проблема не столько эндокринологическая, сколько кардиоэндокринологическая. Даже так. Диабет второго типа приводит прежде всего к сердечно-сосудистой смертности. Смерть от инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности. Вот это диабет второго типа. И в связи с этим каждый месяц в России и во всех странах мира собираются сообщества эндокринологов и кардиологов. Вот сегодня вечером, в частности, у нас очередной совет экспертов по кардиоэндокринологии, и мы будем обсуждать новые стратегии в профилактике сердечно-сосудистых осложнений сахарного диабета. Ну, как-то мы-то узнаем об этом, что там нового. Ну, обязательно публикуется пресс-релиз после таких экспертных советов. Это всегда так. Ну, а итогом для широких масс населения как раз являются наши публикации. Ну, вот эти книги, статьи в тех медицинских журналах, которые предназначены для людей, желающих вести правильный образ жизни. Мы всегда с радостью даем интервью, выходим на телеканалы, на радиопередачи для того, чтобы рассказывать, как прожить долго и счастливо. Ну, как минимум, у себя в соцсетях напишите результаты. Все, тогда мы посмотрим. Смотрите, у нас еще такой вопрос. Вот если человек, допустим, работает сменами и никак не может изменить свой график, ну, образ жизни из-за работы уже нездоровый. Вот что-то здесь, какие-то дополнительные, может быть, вмешательства или помощь какая-то есть для таких людей, кто работает сменами, может, работает ночами, рано встает, не высыпается? Как это знакомо врачу, да? Ночные дежурства, ранние подъемы, вовремя не поел, не поспал ночью, стоял на операции и так далее. Это все как раз характерно для людей и нашей профессии. Я думаю, что все люди, которые ведут в силу профессиональной занятости вот нездоровый образ жизни, продиктованный специальностью, должны иметь определенные льготы в государстве, в частности, более ранний выход на пенсию и доплаты к заработной плате в связи с вот такими тяжелыми условиями жизни. Для чего это нужно? Вот эти доплаты, более ранний выход на пенсию, доплаты для того, чтобы можно было организовать полноценный отдых, за время которого можно восстановиться, более ранний выход на пенсию для того, чтобы хотя бы успеть пожить на этой пенсии. Известно ведь, к сожалению, по данным ВОЗ, что врачи живут в среднем на 15, во всем мире, не только в России, в среднем на 15 лет меньше, чем человеческой популяции в целом. Берегите себя, Ольга. Спасибо. То есть в течение жизни, пока ты работаешь, никаких дополнительных бонусов нет? Дополнительных бонусов, кроме дополнительных выплат, наверное, к сожалению, не придумаешь. Но, может быть, медосмотр проще пройти? А медосмотр обязательно, все врачи, просто нас к работе не допускают без этого. Да, это важно. Конечно. Надо ли нам покупать устройство для того, чтобы мерить сахар в крови? Глюкометры и тонометры, аппаратики для измерения сахара и артериального давления. В современных семьях это обычная вещь. И я думаю, что вреда от такого аппаратика, как и термометра для измерения температуры в домашней аптечке, вреда не будет. Сколько там сахар? 5 должен быть? Или не больше? Глюкоза крови натощак у человека здорового, без сахарного диабета, от 3,3 до 5,5 ммол на литр. Это нормально. Да. Нормально показать. В общем, друзья, ходите к врачам, проверяйте свое здоровье и, пожалуйста, правильно живите, правильно питайтесь. Рацион, что-то должен быть у вас такой хороший. Тут хорошее финальное сообщение пришло. Эх, надо с работы, видимо, уходить, иначе здоровым не буду. Видимо, человек работает с минами. Прогните под себя мегаполис. Откликнулось, да, вот то, что вы сказали. Не уходить, менять может быть. Ну, как-то, видимо, не получается, раз такой вывод. Ольга, спасибо вам огромное. Вот я настоятельно рекомендую почитать книги, переслушать нашу программу, которая скоро появится на сайте. Правильно питайтесь, высыпайтесь. Хотя бы этим мы можем уже себе помочь. Конечно. Чтобы быть в прекрасном расположении духа. И вечером, чтобы у вас была какая-нибудь новая интересная идея о том, как нация стала бы здоровее. И хорошая книга у каждого из вас на столе. Спасибо. Ольга Демичева. Класс. Спасибо. Мы вам очень рады. Ждем в гости еще по новой теме. Обязательно. Спасибо. Я на... Наука и технологии. Спасибо.